Порядка 300 семей в одном из дачных массивов Алма-Аты остались без воды. Вот уже неделю люди испытывают неудобства с приготовлением еды, мытьем посуды, стиркой. Проблема, по их словам, возникла из-за строительства школы и ЖК. Старую трубу просто срезали, а подключать отказываются. Дамир Анитов продолжит тему. Жители четырех садовых товариществ остались без воды. Мало того, что и в обычные дни они испытывают проблемы с давлением в трубах, теперь ее и вовсе нет. Дело в том, что выше строят школу и во время работ старый водопровод просто отрезали. Вопрос этот возникает глобальный. Вот эти трубы, которые были проложены, они там уже давно, в 60-х годах, когда-то на балансе КСК «Школьник» это была труба. Теперь, значит, Алматы-СУ не хочет брать на баланс эту трубу. Получается, мы в воздухе висим, хотя у нас есть договора с Алматы-СУ, мы оплачиваем регулярно за эту воду, извините, за грязную воду, которая к нам бежит, вот эта горная вода. Ситуацию усугубляет застройка. Воды не хватает и для самих дачников. А в случае, если построят школу и два жилых комплекса, то проблемы будут не только с водой, но и проездом, так как улочки очень узкие, сетуют собравшиеся. И на этих двух ИЖС-участках, из этих 32-х, построили один 18-квартирный дом и плюс 100-квартирный жилой дом. А канализационная сеть рассчитана на вот эти 60 домов. Более 10 лет ждем, когда построится станция Карасум. До сих пор у нас, значит, сети проложены, инженерные, но воду городскую, очищенную, нам не дали. Канализация у нас не работает. Мы ждем станцию, значит, всем районам. Ее так и нет. Выяснилось, что труба бесхозная, брать ее на баланс никто не собирается. При этом в Акимате уже решают проблему с подачей воды. Сейчас силами Акимата и Алматы-Су мы сделали воздушку, то есть пустили трубу сверху. Это временное решение проблемы. Дальше будем разговаривать с застройщиками и искать выхода, где расположить трубу. А касательно канализации здесь проблемы нет. При этом спикер добавил, что Акимат поможет только с прокладкой. А возьмет ли Алматы-Су трубу на баланс, неизвестно. В случае отказа дачникам самим придется заниматься обслуживанием. Дамир Анитов, Влад Шишко, Информбюро.